Военно-гражданская администрация в Лисичанске полноценно не работает. Об этом сообщил руководитель Виталий Шведов на брифинге для журналистов. Почему в материале наших корреспондентов. Начать пришлось с судебного иска, говорит Виталий Шведов, поскольку изменения, которые внесли в закон о военно-гражданских администрациях, парализовали их работу. Пришлось подготовить пакет новых предложений по их статусу. Сейчас идет судебное разбирательство по данному вопросу, дабы урегулировать спорные вопросы. И для того, чтобы наверняка получить уже результат, были подготовлены соответствующие предложения и поданы в администрацию президента и в Верховную Раду. И соответствующий законопроект уже зарегистрирован еще на прошлой неделе. И надеюсь, что сегодня, в сессионный день, уже, как говорится, будет рассмотрен надлежащим образом, и эти правовые коллизии будут устранены. Виталий Шведов сказал, что первый рабочий день военно-гражданской администрации в Лисичанске начнется с аудита коммунальных предприятий. Почему? Потому что надо сделать анализ хозяйственной деятельности, насколько были целесообразно освоены деньги, насколько планово и так далее. И не нанесен ли ущерб территориальной громаде города Лисичанск? Виталий Шведов также считает, что Лисичанск может динамично создавать новые рабочие места. Уже есть предложение по созданию трех ремонтных баз военной техники. После перепрофилирования трех простаивающих заводов они смогут стабильно работать. Иван Павлупанов, Алена Казак, Падии.